Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем строить лесную деревню в игрушке под названием Forest Village. Ну, естественно, life is feudal. Так, голод. Голод кое-как я пережил. У нас восполнилась рабочая сила, но её по-прежнему не хватает. Вот ещё двое подростков там где-то в школе обучаются. Один обучается, один, как обычно, прогуливает. Обычное дело. Вот, ещё двое детей родилось. Так, а где охотники? Ага, охотница не справляется у нас. Но опять-таки, опять-таки назначать людей пока что не могу. Вот эти вот двое разнорабочих пока что добывают камень у меня. Вот здесь вот довольно-таки много камня скопилось. И они тут своими кирками орудуют. Ух, сколько волчар, а! Сколько волков развелось. Ты кто? И вот, как обычно, они начинают с дальних почему-то камней. Или они начинают с тех камней, как вот я выделял по порядку. Так они, видать, по порядку их и кромсают. То есть вот эти вот, наверное, последними будут. Так, достроен был рыбацкий домик. Вот здесь, помните, да? Функционирует уже. Достроен рынок. Наконец-таки. Свершилось чудо. Запасы инструментов на исходе. Я тебя умоляю, слушай. Я их только что делал. Только что делал. Всю зиму трудился плотник. Ты мне кричишь запасы инструментов на исходе. Вообще оставалось 10 или 12. И ничего, не возмущался. Так, одежда тоже делается. Вот, в комментариях, конечно, пишут. Построй то, построй это. Но, друзья, блин. Ресурсы, опять-таки, ресурсы. Все упирается в них. Вот, также была построена угольная печь. Здесь у нас древесный уголь теперь изготавливается. Как-то попроще, наверное, будет теперь с топливом. Вот, мы видим, дрова практически не расходуются. Ну, таскают, конечно, когда нет древесного угля. Видать, еще одну угольную печь все-таки придется делать. Смотри-ка. Как они этот древесный уголь сжигают в первую очередь, да? Ну, был, был. Видел я в домах. Так, что древесный уголь люди используют. Простите. Вот, продолжают у нас люди потихонечку умирать от старости. Вот, и мне в комментариях также подсказали, дескать, ставить фонари. Разные достопримечательности, назовем их так. Так, вот это вроде как повышает настроение, мораль. Видите? Вот, не какущее у него настроение абсолютно. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Вот, плюс ко всему рынку нужна ослиная ферма. Но там такое количество ресурсов дикое требуется. Это раз. Во-вторых, также нужен будет овес. Для того, чтобы прокормить эту ораву. Вот, плюс ко всему, предлагали построить пасеку. Предлагали построить пасеку. Да, оно, конечно, хорошо. Так, а давайте чем-то, что-то не шути-то. Построим пасеку, что ли? Так, ее вот, где только ее построить? Где-то тут, сзади. Чтобы пчелы докучали нашим жителям. Ну-ка. Нельзя построить здесь. Почему? Ага, вот так, да? Вот такую небольшенькую, может быть. Ну-ка, здесь. Здесь уже нельзя. Опять запас инструментов на исходе. Так, вот такая, да? Давайте здесь воткнем, почему нет. Может побольше сразу сделать, а? Почему нет? Вроде все есть. Сено есть. Этот. Дровищки есть. Ну-ка. Пускай, пускай будет такая. Что-то прям огромное совсем получилось. Может, нам не нужна такая огромная? На двух человек? 180-60. Да пусть будет. Пусть будет. Я думаю, медок лишний не будет. Плюс ко всему здесь медовые пироги вроде как еще делаются. Да, 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 вот медовый пирог можно изготавливать. Так, хорошо. Хорошо. Теперь давайте смотреть фонарики. Фонарики. Десять дров и две руды. Есть такое дело. Так, давайте где-нибудь вот между улиц, что ли, как-то воткнем. Вот здесь, допустим, фонарь воткнем. Почему нет? Так. Надеюсь, здесь вот фонари вроде как светят. Давайте между полей Ставим Вот так вот. Оп. Так, ну и где? Около школы, наверное, было бы логично. Было бы логично где-то около школы поставить фонарь. О. Хорош пока. Пока хорош. Так, камень добывается. Так, пасеку, кстати, строители сейчас могут уйти на пасеку. Пасеку мы пока приостановим. Пусть фонари сначала сделают. Где охотник? Где ядрит его Мадрид охотник? А? Ага. Так, несет в ранилище, а тут медведи лазят. Так, кто поблизости есть живой? Ты кто? Ммм? Ну-ка. Пойдем-ка со мной. Как ты сюда забрался, блин? Что ж ты не можешь? Ага. Все, уже сработало. Охотница наша. Отлично. Медведь превратился в кучу шкур. Еще куда-то пошла. Так, ну тебе тогда для работы призыв большой. Так, а куда она пошла, а? Ммм? Ты куда пошла? Ааа. Лосика. Лосика замочить, это тема, да. Так, что с него получается? Что это? Ага. Мяско. Мяско это вещь. Мяско это вещь. Так, хорошо, хорошо. Так, четверо детей и 21 работник. Все нормально. Так, одного разнорабочего, наверное, придется снять все-таки. Отправить его в строители. Ввиду того, что нужно делать фонари. Вот, пускай занимается. Они уже и так занимаются, да? Так, откуда ты несешь ресурс? Ага. Вот здесь вот у нас фонарь будет. Пожрать это святое. Пожрать это святое. Тут фиг поспоришь, блин. Так, все работает. Вот дровосеков, точнее лесорубов, лесников пока что не могу нанять. Но дров вроде как много. Я тут разнорабочими площадочку вот эту выкосил полностью. Так, давайте посмотрим, как он будет фонари строить. Да, зимой в легкой безрукавочке, это, конечно, не фонтан. Но опять-таки говорят, сделай теплую одежду. Нужна овечья ферма. Чтобы сделать овечью ферму, нужен порт. Чтобы сделать порт, нужны ресурсы. Плюс ко всему, чтобы отправить там в путешествие, говорят, нужны пироги, нужен даже алкоголь. Вот, алкоголь пока что я добывать не умею. Вот, а чтобы на рынок, обменять на рынке алкоголь, нужно опять-таки ослиная ферма. Короче говоря, замкнутый круг. Так что советы, конечно, дельные, друзья. Но все постепенно. Все постепенно, все по порядку. Так, давайте этот процесс маленько ускорим. Что-то фонарь целых 10 дней почему-то делается. Хотя тоже поле делается гораздо меньше. Ладно бы он еще там проводку прокладывал. Здесь, я так понимаю, фонари вот обычные. Внутри масла или что там гореть будет. О, есть контакт. Давайте посмотрим на эту прелесть. Почти как виселица. Хе-хе-хе. Ну, сейчас посмотрим, как будет настроение наших граждан пребывать. Или не будет пребывать. Так, смотрите, а здесь... А здесь фонарь не каменный. А здесь каменный, да? Здесь в виде виселицы сделан. А там как обычный столб. Интересно. Интересно. Так, ладно, пускай работает. Я думаю, он освободится потом. Так. О, еще рабочая сила появилась. Смотрите, подросток вырос. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас они нам наделают камни здесь. Вот. Я хочу еще распланировать... Смотрите, уже опять все деревьями зарастает, а? Распланировать эту самую пресловутую ослиную ферму. Но у нас здоровая зараза. Чтобы ее как-то распланировать, нужно... О, о! Участок земли, наверное, выровнять. Да? Так. Давайте. Вот как-то так. Так. Так, что ли? Так. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас. Должны, по идее, разнорабочие этим заняться. Выравниванием земель. Ну, насколько это правда будет, сейчас посмотрим. Так, сюда не достает, да? А-а-а. Кто-то, я смотрю, так свободно здесь медведь разгуливает. За рыбой пришел. Медведь хочет рыбки. Все, уже не хочет. Охотника увидел, перехотел. Так. Ребенок не выжил, природа. Блин. Это прискорбно. Нам рабочая сила нужна была бы. Смотрите, как древесный уголь-то разбирает, а? Тут же сжигают, да? Его даже в домах не видать. А, нет, вот. Есть три единицы. Кто успел, короче, тот с углем. Кто не успел, тот дровами топит. Все как в жизни. Все природа. Матушка природа. Естественный отбор, да? Так, ну давайте, побыстрее уже. С этим делом занимайтесь. Ребенок вырос, готов приступить к обучению. Хорошо. Хорошо. Так, тает потихонечку снег. Скоро же нам нужно будет и садами заниматься, и полями, короче говоря. Делов хватает. Так, терраформингом кто-нибудь здесь занимается, нет? Или уже? Да нет. Нифига не уже. Или я не назначил терраформинг? О, теперь назначил. То и тот раз что-то неправильно сделал, наверное. Так, где наш строитель? Строит. А, он последний фонарь. Последний фонарь строит. Ну, хорошо. Добро, добро. Так, что у нас? Потихонечку на складу теперь будут скапливаться. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, курицы. Нормально. Ну, пироги даже появились в амбаре. Тоже хорошо. Так, ну здесь да. Здесь нужна ослиная ферма. Сейчас мы под нее выравниваем фундамент. Так. Нам надо строителя дождаться. Пока он там фонарь доделает. Куда-то убежал. Жрать, наверное, пошел. Так, стоп, 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 стоп. Куда я так разогнался? Блин, весна уже. Весна, весна. У нас тут поля. Так. Картофель. Да, давайте картофель. Тоже картофель. Так, а я бы вот овес, наверное, здесь посеял. Овес. Ок. Все, еще одного человечка сюда. Так. Строитель освободится. У нас пойдет сюда. Здесь, наверное, картоху. Лен есть еще. Пшеница тоже есть. Картоха. Так. Некому, да, работать? Так, ну и сады. Сады тоже надо. За садами ухаживать. Блин, рыбака, наверное, одного снять придется. Вот с этой дальней рыбодельни. Так. И на поле. Так, все. Поля обеспечены работниками. Так, кто у нас там дальше? Так, инструментов пока хватит. Плотник. Давай, сворачивайся. Будешь садовником. Так. Что еще? Одежда. Да тоже, наверное, пока хватит одежды. Тоже. Ткач у нас будет с собирателем. Вот так вот. Так, кого бы еще? Кого бы еще? Откуда дернуть, а? И ведь неоткуда же, а? Так, с карьеров, наверное, по одному человеку выдерну. Так, здесь одного хватит. И в сад. В сад, все в сад. Фрукты, фрукты, вещь. Так, теперь вот здесь вот руду у нас, да, добывают? Тоже двое. Так, одного выдернем. Будет у нас собиратель. Собиратель. Вот. Хорошо. Хорошо тому живется. Собиратель? Да. Два овоща надыбал где-то. Так. Ну-ка, где фонари? Как они горят тут? О! Нормально. Ну-ка, что теперь мораль у вас? О, чуть-чуть мораль, смотрите, поднялась. У этого... У этого нет. У этого мораль. Настроение, точнее. Почему я моралью все время называю? Так, родился ребенок. Отлично. Отлично, отлично. Так, пекаря может еще одного сдернуть. Вздернуть, да? Так, а где у нас строитель, кстати? А, строитель у нас занимается терраформингом. Вот это хорошо. Интересно, хватит этой площадочки под ослячью... А, под... А, по-па-па-па-па. Под ослийную ферму. Так, ну-ка. Тык-дык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. О! Отлично. Есть контакт. Ну-ка, теперь... Да ладно. Что, нет, что ли? Не вмещается? Ты посмотри. Надо было сильнее, да? Так, а теперь я, наверное, не смогу вот здесь кусочек еще поднять. Или смогу? Что, не получилось? Или получилось? А, ну, судя по всему, значит, делается, да? Так, где наш... Строитель добывает ресурс? Строитель делает все, что угодно, только не строит. Или это он освобождает для выравнивания площадку? Что-то я не пойму. Так, стоп. А что это такое? А-а-а! Это он дрова отсюда должен внести. Все, вот он, драформинг-то. Значит, сработало. Значит, сработало. Сработало. Так, сколько ж ты будешь таскать-то, а? Хм. О-о-о-о! Все, есть контакт. А ну-ка, теперь... Ну, зараза, блин! Итак, нет, да? Что ж ты будешь сделать? Так, ослиновая ферма. 20 на 20 нам нужно выровнять. Участок. Что-то я сразу вот не посмотрел. Вот он, 20 на 20. О! Вот таким Макаревичем. Все. Давайте, занимайтесь. Занимайтесь. Здесь же, блин, пишут размеры, а я что-то на глаз... Валенок. Такой только бы не молния. Только бы не молния. Мужики, креститесь. У нас же как? Пока не грянет гром, мужик не перекрестится, да? Так. Равняй, равняй, равняй. Вот так вот, молоток. Ну, только теперь попробуй не поместиться. Блин, ну, 20 на 20 же. О! Вот оно. Нашел. Оп! Все, здесь будет ослиновая ферма. Но пока мы строительство приостановим. Почему? Потому что... Потому что нужно строить пасеку. Пасеку нужно строить. Вот так вот. Хотелось бы первым делом, чтобы была пасека. Так, что у нас на полях творится? Так. Это что такое? Это уже собирает? Нет, поливает. А чё как-то... Неравномерное. А, он ещё и сажать продолжает. Как-то... Как-то, как-то... Так, картохис растёт. Так, что у нас с яблочками? Так, кстати, амбар не забит ещё. Нет ещё. Так, почему яблок нету? Не справляется, что ли? Или рано ещё? Или на второй год они тоже не плодоносят? Чё-то фиг понять. Двое работают. Ладно, бог с ним, пусть работают. Ладно, яблокис. Ладно, яблокис. Так. Здесь почему простаиваем? Так, мука есть. Овощи есть. Яйца вроде тоже есть. А чего не хватает? Так, где пекарь? Где пекарь? М? Дрова носит? Что за бред? Причём здесь дрова? Ты яйца забирай давай. Дрова. О! Слушайте, а неплохо, кстати, реализовано. Вот ресурсов нету, да? Он не стоит, не простаивает. Он помогает строителям носить другие ресурсы. Блин. Это радует. Это радует. Так, надо бы, наверное, вот где-то здесь ещё колодец один отшмякать, да? Не знаю, на пасеке вода нужна? Не нужна, но вряд ли. Но в случае пожара будет близко им бегать, тушить. А? Или пускай пасеку достроит. Наверное, пускай пасеку достроит. Так, дров много. Много дров. О, смотрите, 15 уже древесного угля собралось на складе. Ослиная ферма начата строительство. Я представляю, насколько это строительство затянется. Потому что там туево хуча ресурсов нужна. Так. Ну и потом надо будет поле организовывать. Ещё одно. Чисто подовёз уже. Я так понимаю. Запасы инструментов на исходе. Да что ж ты температуришь-то раньше времени? На исходе это когда там штук пять их останется. Хотя, наверное, когда их штук пять останется, уже поздно будет рыпаться, да? О, родился ребёнок. Красота. Так, 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 так. Давай, давай, пасеку. Забалабась нам. Удиви меня. Так, ух. Не позавидуешь вот этим вот жителям, да? Вот эти окна с этой стороны сто пудово будут закрыты всегда. Пасека. Так, ладно, пускай строят. Что у нас там с полями? О! Уже картохис копает, да? Копает? Копает. Хорошо. Здесь что делает? Просто рыхлит землю. Так, здесь тоже собирает уже урожай. Хорошо. Так, а с садами что? Яблоки-то хоть там появляются, не? 985 из 1344. Ну, почти, почти созревают уже яблоки. Это если мы 1344 соберём, это будет тох как хорошо. Хорошо. Жители любят зимой фрукты свежие лопать. Так. Ну как с пасекой дела двигаются? Дядька. Восьмилетний пацан строит пасеку. Нормально. Всё нормально. Смолин. Обиделся. Да ладно. Камнетёс умер в результате несчастного случая. Необразованный что ли был? Или здесь рандомно это всё происходит? Да. Камнетёсов не осталось. Вот только-только начала да, стабилизироваться всё. Рабочая сила распределяться и... Взял, умер. Кто разрешил? Так, ну довольно долго. Довольно долго пасека строится. Так, ресурсов много ушло. Сейчас мы его, наверное, на заготовку леса отправим. Точнее, на вырубку близлежащих деревьев. Это, я так понял, гораздо эффективнее, чем просто они дровосеками работают. Ну, понятное дело, что деревянными инструментами как-то... не фонтан, но всё-таки. Родился ребёнок. Это уже хорошо. Оп! Готово пасека, да? Так, три человека могут работать. Деревья и растения поблизости увеличивают эффективность добычи мёда. А я хотел, блин, всё вырубить здесь. Слушайте, нездоровенную я пасеку построил, а? Терзают меня смутные сомнения. Блин, улики прикольные. Такие. Из подручных средств и все разные. Класс. Мне нравится. Мне нравится, так. Из строителей, давай. Выфутболивайся. Так, ну смотрите, немножко за счёт фонарей мораль повысилась. Так, где-то здесь была же детская игровая площадка, кажется, ещё, да? Игровая площадка. Да нифига себе ресурсов. Особенно брёвен. Так, нет, дружок. Давай-ка мы тебя попросим ресурсы добывать. Добыть все ресурсы вот в этой области. Так, шо это? Не надо мне ослиную ферму. Вот так вот. Восемь руды, сто тринадцать дерева. Нормально. Вперёд. Вперёд. И с песней, что называется. Ммм. Что? Что? А, ты уже? Красавчик. Дважды просить не надо. А то у нас камнетёс умер. Камушка некому добывать. Какие-то травы, наверное, лечебные, да? Чебрец, подорожник. Так, овёс у нас прибывает. Хорошо. Это что такое здесь лазит? Стой! Блин, убежал мельник. Так, ты кто такой? Ну-ка, грохнуть его. О! Труба. Так, давайте отторобаним всё это дело на склад. Куда это? В амбар или... Сюда, да? Хорошо. Так, вперёд труба зовёт. И давай, шуруй, работать дальше. Так, а что у нас охотник сочканул? До сюда достаёт охотничий домик. Странно. Ну ладно. Ладно. Так, здесь у нас картофель второй раз посадится. Посадится уже, да? Хорошо. Так, ну здесь не успеет. Здесь пока он уберёт, уже будет осень. А здесь успеет два раза за лето собрать урожаюшку. Так, пекарня работает? Всё есть. Овощи, яйца, вроде как всё. Так, рыбка, мяско немножко. Так. Угольная печь. Древесный уголь на зиму. Заготавливает. Хорошо. Так. Вот ещё бы один. Ещё бы один человечек. Вырос. И был бы нам лесник. Так, скоро яблоки созреют. Лето. Я думаю, управятся. Я думаю, управятся. Фруктов натаскают. Так. И потом уже будем думать про пасеку. Наверное, на следующий год. Я так думаю, это сезонная тоже тема. Зимой не работает. Ну, по логике вещей. Вот и здесь. Строительство здесь приостановил я пока. Так. А они смогут туда забираться? Или же не будет подхода к замку? А. То есть ещё три этапа терраформинга будут делать. Наверное, вот здесь вот какой-то спуск или что. Да? А потом уже будут. 580 брёв. 480 камней. Где же его взять-то? Где же его взять-то? Так. Ладно, давайте ускоримся. Пускай работают работяги. Пасека. Строительство завершено. Так, ну, в принципе, рабочие руки освободятся, когда у нас сезон пройдёт, да? По осени. Будет, считай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек будет свободных. Смотрите, это вот 90 фруктов. Это всё собиратели. Молодцы, ребята. Молодцы. Что тут сказать? Так. А, нет. Нет, не только они. Смотрите, у нас уже сбор урожая начался с садов. Да. Яблочки собирают. С нашего мега-сада. Так, позднее лето. Вот тут уже. Убрать бы то, что посадили, да? Да и всё, наверное. Так, здесь я сомневаюсь, что второй раз урожай созреет. Ну, пусть сажает. Чё вырастет, то вырастет. Сколько вырастет, столько и соберём, как говорится. Ранняя осень. Так. Стоп. А здесь чё? Мёд сам по себе появляется, да? Его нужно просто перетаскать? Ну так тогда без проблем. Ну-ка. Где этот пчеловод или как его там? Так, пчёлка. Вот они. А, давай-ка мы за тобой проследим. Что ты сейчас будешь делать? Пожрать это святое. Само собой. Так, пошёл. Несёт в хранилище. Что несёт в хранилище? А, ну да. Надо... Вот бревно это самое важное. А то сопрут же, ёлки-палки. Утащат древесину. Так, надеюсь, сейчас-то ты на пасеку пошёл? Да, вон, сорок мёда собралось. Оказывается, уже. Да, смотрите, на пасеку. Пчёлок не слышно даже. Как жужжат почему-то. Классно, слушайте. Ребята, у нас пасека работает. Классно. Здание почти заполнено. Какое? Какое здание почти заполнено? Амбар, что ли? Скорее всего, амбар. Ну, зимой здание опустошится, не переживайте. Это не переживайте. Второй амбар строить пока что смысла нету. Потому что, опять-таки, нужна ослиная ферма для того, чтобы с амбара в амбар ресурсы таскать. Я так понимаю, да? То, что я его сейчас построю, да, может, в него и будут таскать. Но, как показал опыт, жители вроде как с ближайшего амбара будут, точнее, хотят брать, да? И если в амбаре чуть подальше есть продукты, а в заполненном амбаре нету, то вот, как говорят другие игроки, будут с голоду дохнуть, но поленятся пойти в дальний амбар. Как-то вот с этим немножко не все понятно. Ведь это логично, сходить за едой чуть подальше, да? А не ждать какого-то осла, который принесет оттуда еды. Ну, это по мне. Как-то по мне так кажется. Так. Что вы тут? Ранняя осень. Так, давайте ускоримся чуток. Ну, смотрите, медок появился у нас. Так. Осень. Осень, осень. Сколько здесь картохи? Сто. Так, давай-ка собирать урожай ты будешь. Там вырастет, не вырастет, фиг его знает. Здесь еще вообще ничего нет. Так, собирай сколько есть. Так, здесь тоже сейчас дособирает, и мы на паузу поставим все это дело. Так, здесь овса двадцать семь. Еще чуток подрастет. Так, ноль. Все. Ставим это дело на паузу. Освобождаем одного крестьянина. Так, ты давай другам тоже, наверное, собирай. Вот хоть сорок один, может, но успеешь собрать. Так, овес у нас... Овес у нас тоже в амбаре, оказывается, хранится. На складе только стройматериалы. Понятно. Так, все здесь на паузе. Так, что у нас с фруктами? Ой, ребятки, не успеете вы собрать. Давайте я вам помощника дам. Вот. Дам вам помощника. Мед как неплохо производится, я смотрю. Можно сказать, что отлично. Один пасечник справляется вполне, да. Вот, восемь было, двадцать два. Он таскать не успевает. Ну, значит, не зря, наверное, такую пасеку отгрохал. Так, фрукты, фрукты, фрукты. Потихонечку. Прут. Так, ну, что успеют, то соберут, наверное. Ребенок вырос, готов приступить к обучению. Окей. Так, ладно, пасека. Пусть пока. Пусть пока работает. Так, девяносто древесного угля. Это радует уже. Так, что там в амбаре? Блин, амбар заполняется. А смотрите, мед как поедают, да. А, он даже в запасе. Нет, есть в запасе. Медок. Любят морду медком побаловать-то, а? Так, стоп. Чё, уже, что ли? Нет, ещё есть. Ещё есть время, пусть собирают. Так, здесь. Тоже ещё пускай собирают. Так, тут уже всё. Картофель собрали. На паузу ставим. Он собрал ещё, что ли, пос... Ха-ха. Бестолочь. Собрал, в зиму картофель посадил. Молодец. Угу. Так, давай-ка мы тебе это... Вперёд труба зовёт сделаем. Чтобы успел хоть что-то собрать. По садам волки лазают, да? Так, блин, 400 фруктов. Ребятушки, ну давайте, давайте. Поднажмите, пожалуйста. Как-то совсем уже плохо, если всё это дело пропадёт. Так, инструменты, одежда пока что есть. О, начали уже древесные, этот, таскать уголь. Так, надо ещё одну печку, наверное, строить. Одна печка что-то не справляется. Вон, дров километра, древесного угля мало. Так, давайте посмотрим. Вот, угольная печь. Давайте где-то вот здесь воткнём её. Воткнётся? Не? Не воткнётся, да? Так, а здесь вполне втыкается. Всё. Есть контакт. И строителя сюда. Там по 50 ресурсов. Этого, в принципе, хватит. И потом останется здесь работать. Дамочка. Как всегда у нас строитель. Так, поздняя осень. Что у нас тут? Тут у нас всё. На паузу становится. Так, всё. Поля у нас закончились. И тут у нас пропал. Пропал урожай, да? Обидно, да? Ёлково-палково. Ну, что делать? Такова... Такова судьба, как говорится. Так, пятеро. Давайте. Двоих сюда. Камушка нам много надо. Так, и наконец-то лесорубы у нас появятся. Так. Дай бог памяти, только где у нас охотничьи домики. Так, один где-то здесь был, недалеко. Вот он. Одного сюда. И одного сюда. И одного сюда. Вот так вот. Один на разных работах. Так, здание в огне. А в чём дело? Почему? Кто посмел? Так. Шесть нужно принести. Ну, благо здесь колодец рядом. Так, ну-ка давайте. Все подорвались. Тушите. Вот так вот. Кто поджёг, блин, мельницу? Налётчиков вроде не было. Зимой молний тоже не бывает. Так, починили. Всё нормально. Так. Угольную печку строят уже хорошо. Так, ребёнок вырос, готов приступить к обучению. Это всё замечательно. Ох, долго, слушайте, эти печки строятся, оказывается. Так, родился ребёнок. Красота. Ну, на эту зиму, друзья, мы с вами... Так. Из строителей уходи. А сюда приходи. Всё, теперь... Уже растащили уголь. Офигеть. Как они шустро это дело всё. Уже древесный уголь растянули. Весь. Так, что ж, друзья, буду я заканчивать на сегодня. Ситуация вроде бы немножко стабилизировалась. В частности, в плане еды. Почти 2000 овощей набрали. 810 фруктов, он. Рыба, мяско потихоньку. Медок даже. Даже метка немножко. Так, надо пасечника отпустить. Ага, вот он звук, да? Вот он звук пчёлок. Пасечника отпускаем, ставим на паузу. Всё, сезонная такая вещь. М-м-м, свободен. О. Так. И чтобы они просто так не сочковали, опять-таки, ресурсы... Их попросить надо добывать. Там глины тоже нужно будет много. Так, давайте вот сюда ещё одного человечка. И глину пускай добывает. Всё. Как-то так. Пускай занимаются. Пускай занимаются. А я буду заканчивать. Вот. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И увидимся в следующей части. Всем удачи и всем пока! Всего!